Ребята, всем привет! У меня день рождения, мне 22! Я же была такой молодой, такой красивой, подавала надежды, а мне уже 22! В общем, сейчас я жду мою маму, которая приедет, и мы будем накрывать на стол, готовить, лето, вся подготовка. Я решила устроить день рождения дома, позвать только самых близких, а это очень-очень-очень-очень узкий круг людей, конкретно это мои родные и парочка моих друзей. Вот, сейчас мне нужно залезть на балкон через эту елку, у нас тут сложная технология, потому что вот так. Хочешь большую елку, тогда будешь ходить через диван. Вчера я постирала скатерть. Извини, пожалуйста. Сейчас мне нужно будет ее погладить, чтобы красиво было на столе. Чтобы ее погладить, мне нужно залезть туда, в глубину. Я уже накрасилась, но еще не причесалась. Мать, извините, ради бога. Ой, да твою мать! Алло. Да, это просто? Ага, давай. Так, мне нужно открыть шлагбаум маме. Вон они, смотрите, на мой день рождения выпал снег. Снегом это не назвать, но... Хочу сказать, что какое-то странное у меня ощущение, настроение, состояние, пока не совсем понимаю, насколько я рада своему дню рождению. Мне, конечно, это платье нравится, но удобно ли мне в нем ходить по дому? Единственная его проблема, что когда я хожу, она задирается... Что делает моя мама каждый день рождения? Присылает мне наши совместные детские фотки, где я очень маленькая. Присылает мне их, ты помнишь, ты помнишь это? А это ты помнишь, ты посмотри на свои маленькие пальчики. Я такая, да, как мило! Самое интересное, они уже идут. Не волнуйся так. Я тоже жду. О, привет! Привет! Это мои подарки? Все тебе! Так, а что, подарки тебе? Мы тебе подарок принесли. Правда? У меня есть подарок? Конечно. Только не ругайся на нас, пожалуйста. Я что, дура, что ли? Ась! Ась! Это мои любимые подарки. Ну, быстрее! Ну, быстрее, быстрее! Та-да-да-да! Первый раз я тебе дарю желтое золото. Нифига! Ну да, с бриллиантиками, конечно, так что померяй. Ну, что вы мне все дарите? Ну, я же не собираюсь пока. У меня все кольца подходят. Подошло на этот палец! Это выглядит очень красиво. Ну да, прикольно то, что оно желтое золото, потому что у меня действительно все только белое золото. Я только что погладила. Вот это. Вот так-то лучше. Перчик желтый, перчик красный. Делем. Приготовь сразу блюдо, помидорчики, да? А я сейчас буду делать твой любимый салат мимоза. Угу. А что Вивьене делать? А Вивьену пусть не мешают. Ура-уре! Я обожаю мешать! Ну что, Зе, у тебя сегодня праздник? Вообще, такой праздник! Жопу обмыли! Какие у вас планы? Планы у нас успеть накрыть на стол до прихода гостей. А что на столе будет? На столе будет и хлеб, и масло, и горошек, и лук, и лук. А кто тебе помогает сегодня? Сегодня мне помогает... Никто мне не помогает, я сама. Знакомьтесь, мама! Мама! Знакомьтесь! Женщина, которая родила меня. Подруга, Надюша! Один желтый перчик. Я режу хлеб. Один красный. Мать готовила меня к этому моменту 20 лет. Два года я была маленькой совсем. И с третьего года начала уже работать над собой. Работать над хлебом. А еще оказалось, что ко мне придет очень много гостей, и у меня очень мало тарелок. Настоящая подруга должна подкалывать парня своей подруге. А? Да я Наде говорю. Надя меня постоянно подкалывает. Как? Типа, что я оправдываюсь там. Ну как, не очень смешно, как-то, может, местами обидно, но да ладно. А ты что, обидчивый? Нет. Я его еще по пути сейчас. Она еще по пути меня. На самом деле, мы с Надей встретились в магазине цветов. Я пришел за цветами, смотрю, стоит Надя. Типа, здоров. Она такая, здоров. Как мило. Дайте задание Виве, она тоже поможет нам. Да, Зойка моя? Мой шладость. А у вас что тут? А у нас салатик любимый Юлечке, мимоза. Мимоза? Да. Сейчас буду тереть сыр. Где мой сыр? Ау, сыр. А, нет, это бренд. Это для другого салата. Так, сейчас найду сыр. Здесь столько пакетов, что нет. Так, нашла. Сыр я нашла. Вот он сыр. Зая, давай, три твоих любимых салата. Знаешь, как в этом интервью? Не знаю, знаю. Как Vogue или как? Да, Vogue. Три вопроса, везде суперзделания дома. Три твоих любимых новогодних салата. Мимоза, крабулы, шпроты. Я не знаю. Нет, у меня третьего любимого салата. Шпроты. Но это же не относится к салату. Ладно, три самых любимых блогера, которых ты смотришь сегодня. Я. Мои любимые блогеры, это мои друзья. Я даже не знаю, как я выгляжу. Ты тоже, Роман. Ты выгляжешь отлично. Платье просто секси-шмекси. Да? Вообще. А я сюда подходил? Время... 16.52. У нас все час. Слава тебе, Господи. Мне кажется, за час мы справимся. Так, я буду мазать икру на хлеб. Так люблю, когда друзья помогают. Это все, что мы поставили на стол. Вот, посмотрите на Надю. Просто прекрасный пример хорошей подруги. Вы здесь видите Карину Каспарянс? Карина Каспарянс дома сегодня, сын Каспарянс. Делают до ума. Я видела только, как Ильна Каспарянс делала до ума. Карина поддерживала морально. Морально. Да ладно, ладно. Карина поехала подарок купать мне. Да нет, дело не в событиях. Дело во всех моих близких, которые всегда забывают, когда у меня 27 или 28. Ну еще, было бы странно. Было бы странно, если вы не помните. Ну конечно, как я могу сказать, это был чудесный день. Да, это был чудесный день. О, ну отличный был день. Это были твои самые легкие роды. Да. И первый ребенок твой. Очень были веселые легкие роды. Самое интересное, когда я лежала в родовой. Давайте я вам сейчас историю расскажу. Да, давай расскажите. Когда я лежала в родовой, и весь медперсонал смотрел фильм Омэн. Про сына дьявола. Нет, просто я почему запомнила, потому что я ходила по коридору со схватками, все время заглядывала в эту, в ординаторскую, где они сидели и, собственно, смотрели этот фильм. А потом уже, когда я поняла, что Юлечка уже на выход пошла, я их позвала. Интересно, Санька, а там хоть подполучилось-то нормально? Где? Где-где. Давайте поставим на стоп все наши действия, пойдем посмотрим на компе, как мама получила. Ну а что? Когда мы с мамой снимаем видео, она всегда говорит, ой, давай пошли посмотрим на большом экране. Я там хорошо получилось. Просто 500 лет готовили, ставила свет, все устанавливала. Блин, мне кажется, я много масла мажу. И две икорки положу. Еще придут твои младшие братья и сестры. Ура! Скорее бы они зашли в мою новую гостиную и обмазали бы мне белые обои фломастерами. Я уже сказала себе, что если вдруг дети начнут обмазывать фломастерами обои, я буду держать себя в руках. У нас еще что-то должно лежать на тарелке большой. Тарелок, рыба, остетрина. А самое интересное, что тарелок-то нет. А слушай, как мне, да, это что стоит? Я порезалась. Где? Да ничего страшного. Может, просто это треснуло из мороза. Сейчас тебе перекись принесу. Пойдем. Пойдем. Нет, это не такая большая валячка, чтобы я из-за нее время пропала. Так, ну что? Да не надо, да что ты делаешь? Все. Так, у нас тут подготовка полным ходом просто. Нажа помогает, мажет икру. Слава помогает, снимает контент. Мама, что ты там делаешь? Я укрежу для Слава. Давай, давай. Я укрежу для Слава. Столько или больше? Я хочу больше. Больше, конечно. Ждите. Лучших гостей. Так, рассказываю. Буквально полчаса до прихода, до официального прихода гостей. Надеюсь, что все опоздают. В общем, мы решили подвинуть стол, все оттуда убрали, потому что места что-то вообще не хватало. И сейчас мы все будем тут перекладывать, переделывать. Единственная проблема, у нас больше нет скатерти. У нас только одна была, но зато все сядут, всем будет удобно. Потому что что-то я думала, у меня мало гостей. Оказалось, что их очень много. Так что сейчас все будем сюда тоже перекладывать. Привет, Олуха. Привет, Савочка. За качество не отвечает, но дизайн мне понравился. Бабушка, спасибо. Давай. Аккуратно, аккуратно. Его надо тоже снимать. Аккуратно. Я там нафантазировала чуть-чуть. Поздравляю с рождением, внучки. Спасибо большое. Спасибо. Внучка у меня самая лучшая на свете. И ты, и бабушка, у меня лучшая на свете. Класс. Хоуммейт, ручная работа, ребята, зацените. Это бабушка Юлина. Красота. Старалась. Снимай. Снимаю. Ну что, понравился мой торт? Очень классный торт. Я говорю, все о качестве, я не отвечаю. Да нет, все отлично. Выглядит очень ярко, цветно. Здорово. 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 Привет, здрасте. Здорово. 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 Спасибо. Тоже цветы? Да. Спасибо большое. Что, довольная? Да. Да, что, Сонюк, ты грустный такой? Эй, моя сестра старая. Поздравляю, спасибо. Спасибо, спасибо. Ой, какие-то дожучки. Здравствуйте. Здрасте. Игорьочка, поздравляю с вами. Юлечка, домофон, это домофон. Почему она, не видишь, что это засвечено? Потому что слишком много всех. Я заферкменала, Юлечка. Ты будешь букетик уже дать у нас? Да, да, да. Где братья еще раз? Я на большую часть. Я давай Слава вот сюда, да. Где маманечка твоя? Дочки. Где? У нас тут на вас закончились вазы, поэтому, извините, но... Ведро? Придется... А почему тут готовое ведро уже было? Вы знали, что мы цветы принесем? Вы не последние гости. У нас еще и тысячи. Вы не первые, и вы не последние. Ура, привет! С днем, гости, я! С днем, гости, я! С днем, гости! Привет! 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 О, Алиса, привет! О, Алисочка побежала! Батин, не снимайте! Привет! Дай петель. Да, мам. Молодец. Привет! Привет! А, там коляса? Коляса. Здравствуй, мои сонки. Сестричка, Юля. Юлина сестричка. Готовна, готовна. Санек, ты чего один тут скучаешь? Все хорошо? Все хорошо. Дай, что-то мне тоже он показал. Я у нас подберу, знаете, ты такая милочка. Ой, здравствуйте, Юля. Ой, привет, Бутенька. Ой, привет. Я хочу, чтобы в следующем году у тебя всегда были самые красивые ногти. Ты гонишь. Нет, это не подарок. С чего ты взяла? Как я не знаю, как хорошо знаю. Это не подарок, я не верю. Ну, как это не подарок? Ты берешь там подкладкой... Так, я пошла поем. Где мой настоящий подарок? Ты что, принимай подарки и к этому колесу не рисуй, не смотри. А мне настоящий подарок, вот здесь прям подарки. Ты так далеко вообще, как эти грузинские, знаешь, застолья, где там за километр. А у нас сегодня прям грузинское застолье. Сейчас будет и Чаханбили, и Долма. Желаю тебе счастья. Желаю тебе здоровья крепкого. Успехов. Хочу сказать, что я тобой очень горжусь. Каждый год тебе это говорю и буду говорить. Ты у меня самая яркая звездочка. Спасибо. Вот, и хочу, чтобы ты у меня сияла дальше, еще ярче. Люблю тебя безумно. С днем рождения. Спасибо. Ура! До свидания. Ну что, сеструлечка. Взроснулечка, любимочка. С днем рождения тебя, 22 годика. Что, красава ты, Юля? Счастья, здоровья. Спасибо, брат, вообще, от души. Спасибо, что пришли. Ура! Можно. Ребят, кому колы? Юля. Чуток мне. И нам чуть-чуток. Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Я собака, когда ты уже поймешь, мамочка? 20 лет разница. Я все ждала, дам мне сестричку, кто-нибудь родить. Ну вот иногда приходится так долго ждать, представляешь? У тебя все братья, братья. Вот и твати, моя любимая Инна, хотела, мне наконец-то... Конечно, поздно там. У меня уже скоро своих тады будет. Похоже? Похоже, очень похоже. Инна, она сегодня ко мне приходила, а принималась, да. Вот, посмотрите, вообще. Я думала, что так мало у меня кого позвать, а оказалось, что просто дофига всех. Камушка. Да. Ну вообще красивенько выглядит все в огонечках. В шариках. Чего у меня такое новогоднее настроение, блин? Даже больше новогоднее, чем день рожденевское. Потому что елочка красивая за тебя. Больше всего мне нравится, что когда меня поздравляют многие с днем рождения, я сразу желаю что-то на Новый год. Ну знаешь, нет, у меня... Я уже прокручивала возможный тост в голове, и у меня реально было в голове, типа сказать, что в следующем году, Лена-Тополя, что-то типа было. Но это... Не, меня это не обижает. Угадай, что я тебе подарила. Айфон. Конечно. Что-то из брендов. Ну, конечно. Сама купишь. Мусорное ведро. Ну, тихо ты. Совсем что ли я к тебе ела? Нет. Тихо ты сказала. Я сказала, тихо. Новую камеру? Нет. Блин. Да я тебе сказала, не порть. Я не хочу, чтобы она догадалась. Это просто мучилка. Она не догадается. Но это что-то небольшое. Тихо, мама. Не скажу. Сутиень, пожалуйста. Приглашение на свадьбу? Кстати, это, знаешь, подарок. Сама не так, дружу. Прослужила, да? Да. Юля, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, личной жизни, удачи, успехов. И чтобы у тебя все всегда получалось. Чтобы ты всегда была радостная, счастливая. И я учила этот тост 2,5 часа. На место от семьи. Ладно, я такалась. Короче, ну... Мы с тобой давно вместе, знаем друг друга полжизни. Я бы хотела, чтобы так и оставалось, чтобы мы с тобой шли нога об ногу, руку в руку до конца. Делили друг с другом хорошие моменты и подарок, короче. За праздник. Спасибо, брат. Да, я больше. Спасибо. Продисловие. Я знаю, что в следующем году ты хочешь выставить песни из клипов. Так. И... Чем ты не Селена Голос? Ты ведь можешь тоже снять клип на айфон. И быть такой же классный, как Селена Голос. Но что у тебя нету? Айфона. Нет, нет, нет. Айфон у тебя есть. Нет. Сломался. У тебя нету стабилизатора. Ого. Для того, чтобы снять все без трясущих сторон. Нифига. Спасибо. А Слава может брать у тебя его гонять и снимать влоги. Еее. Ты хорошая подруга. Это вообще такой подарок двойной. Это еще не все. Что ли? Да. А это фигня. Ну, как до конца уже эта фигня. Это маска. Вау. Ой, извините, это громкость. И запасы тебе. Это мой любимый крем. Возвращение кисает друг друга. Брат, ну спасибо. Вообще. На самом деле я сама такую хотела бы. Поэтому, когда я зашла в магаз, я такая сразу увидела в Канаду это дарить. Это прям прикольно. Единственное, что тебя не нужна, типа, каждый день. Это не такая вещь. Слушай, ну иногда мне не хочется камеру с собой брать. Вай. Майми, как красиво. Ну чего, зайчик? Ну что, я... Ну надо понять просто, я же сразу вам вырвожу. Ладно, мы разберемся, ну а потом покажем вам результат. Спасибо, брат. Вообще. Спинерова, держи только еще. Оп. Вот пусть мне все завидуют во всем мире. Вот такие, как ты, солнышко мое, даже ни у кого нигде никогда не видела. Такая внимательная, такая любящая, такая девочка, ну изумительная. Поэтому тебе только счастье. Спасибо, баба. Я очень тебя люблю и желаю тебе только счастье. Хочу, чтобы ты никогда не болела, чтобы все, что ты себе, какие цели метила все, короче, все исполнялись, только вперед. Я буду тебя поддерживать, любителем. Спасибо. Ура! Спасибо. С днём рождения! Еще салата добавили. Давай я тебе поухаживаю. Давай. Блин, с этими ногтями. Хватит, хватит, хватит. Желаю море ярких дней, незабываемых мгновений, побольше преданных друзей и сотни новых впечатлений. Дорогая, с днём рождения, я тебя поздравляю. 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 Как все сказано, я тебя желаю. Спасибо большое. Я, конечно, Юлечку уже еще раз поздравляю. Спасибо. С днём рождения, счастья, здоровья. Но я хочу выпить виталь. Также, в том числе, за виновницу. Давайте. Она виновата. Кто тебя на этот свет сродил? Да. Вот такую красавицу такую. Вот ты очень на мамочку похожа. В принципе, мама у тебя очень добрая, очень отзывчивая. Я просто благодарю каждый раз Бога, да, что вот мне свела вот с такой подругой. Да, мы тоже. Это прекрасно. Во-первых, то, что вы подружились, то, что мы подружились. А виной были у такие собачки, мой лютик, когда с собачками мы подружились. Поэтому, Леночка, за тебя. Да, у тебя также прекрасная мама. У вас вот такое поколение идёт. Вот тётя Верочка, я говорю, обалденная женщина. Просто вот потом Лена идёт, а потом Юля. Просто вот до вас, милые дамы, до ваше трио. Спасибо. Её возильнее. Ура! Спасибо. Всё, всё, меняешься к моим здоровым итогам? Ну, я вообще-то не очень хорошо говорю от души. Да, вот так. Ленусечка, ну, и мы поцелуемся, что ли. Давайте, снимай, как они ходят. Ну, что, ещё раз. Ещё раз. Опа. Сейчас Вива просто в шоке. Хорошо, что она его не видит. Пропоазируй. Алис, посмотри сюда. Посмотри сюда. Ну-ка. Мне нужна зарядка. Мне нужна зарядка. Моть, пожелаешь мне что-нибудь на день рождения? Желаю тебе здоровья и счастья. Здоровье и счастье? А ещё чего? И чтобы ты никогда не болела. Ой, спасибо. Хочешь обнимемся? Поцелуй, Юлечка, так поцелуй. Это мой братик двоюродный. Мотя. Матвей. Как вы думаете, ребят, я готова к детям? Мне кажется, что нет. Так, что ты собираешься сделать? Давай я тебе помогу. На кровать. Вот. Это если бы Вивена была человеческим ребёнком. Только смотри осторожно. Да, молодец. У Вивены сейчас будет сердечный приступ просто. Вообще так красиво. Там всё так блестит. С ума сойти. Так видно, так блестит. И у нас всегда с тобой оба раза, когда ты думала, ой, вот поедем в Болгарию, вот поедем туда. Да. В Дубай клип снимает. Я тебе говорю, у тебя стабика. Нет, без стабика нет варианта. Да, на камеру геморрный и большой нужен. Да, а здесь есть, ну, типа, по сути... Так, а где это чей бокал? Нет. По сути реально... Короче, мы сейчас будем разбираться с стабилизатором. Ну что ж, мы достали угощенец, чай налили. У нас столько сладостей. Торт называется День и ночь. День и ночь. Да, для любимых. Спасибо-таки. Эй, там торт вообще-то уже принесли с вкусными эклерами и вкусняшками. Вы что, не пойдете кушать? Пойдем! Я ее выгоню. Я выгоняю ее. Кого? Биги. Выгнал. Идите кушайте торт. Видела сюрприз в твою сториз? Нет, я никакие сюрпризы не видела. Я посуду мыла. Лилочка! Поздравляешь маму с днем рождения? Она на тебя обиделась. Посмотри на ее взгляд. А ты мне, говорит, такой праздник не сделала, когда у меня день рождения было. Семью не подождила. Ну, я всего два годика. Язык вот так не накрыла. Все. Все. Папа пусть успокоит. Я поздравляю тебя с днем рождения. Я вообще офигел, когда узнал, что у тебя 22 год. Я думал, что у тебя поменьше. 18? Да. Такая взрослая девушка красивая. Спасибо. Поэтому хочется пожелать тебе оставаться такой же прекрасной, красивой. Мы тебя будем всегда поддерживать во всех твоих начинаниях. душевного тебе развития, главное, творческого, чтобы у тебя все получалось. Здоровья. Твои ощущения? Какой Дере лучше этот или предыдущий? Дере хорошие. Все хорошие. Этот мне нравится. Всем, что семейный. Вставай, тебе же выставлю. Раз, два, три. Ну-ка, улыбаемся. Раз, два, три. Начали. Давай на твой сфотом со семьей вместе. Не договаривайся. Ой, сделали семейные фото, очень милые. Просмотрим много цистоли. Игусик, представляешь, мой сын? Конечно, всем интересно, как там у Юли Пушман день рождения проходит. Не хабы. А ты что, перестал есть черемшу? Нет. У нас закончилось, я за другой. Голос, брат, не пугай меня так отныне. Муд. Сейчас я хочу сказать тебе спасибо за мое имя, потому что оно мне нравится. Не, на самом деле, это твое имя, оно тебе прям подходит. Да, ребят, напишите в комментариях, подходит. Это твое имя или нет? Подходит, это имя, чисто твое имя. Мне кажется, прям мое. Я даже не представляю себя с другим именем. Я уже с трех месяцев знала, что если у меня родится девочка, ее будут звать Юля. А у меня сестра Юля. Тетинь, а вы как хотели Кариночку назвать? Ты что, не знаешь? Ну, я слышала, но для блога. Кристина, наверное. А вообще Каринэ. Крис. Энджи. Так, ребята, новый день. Проснулась я, 22-летний. И, в общем, все, что мы вчера успели сделать. Немножко поставить все на свои места. Вот здесь у нас стол всегда стоял. Сейчас мне нужно будет все это убирать. Шарики раскладывать. Сейчас я буду всем этим заниматься. Пылесосить. И все такое вот веселое. Нужно будет вот эту фигню под названием стол затащить на балкон. Тут тоже цветы. Просто с ума схожу. Но самая жесть, конечно, на кухне творится. Потому что я уже начала тут убираться. Все это надо будет сейчас убирать. Я думаю, что это не последний блог в этом году. И хочу сказать большое спасибо всем, кто поздравлял меня с днем рождения. Теперь мне вот столько. С ума сойти, боже мой. Всем большое спасибо еще раз. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.